Мировые звезды ушли на самоизоляцию. Селебрити оказались заперты в четырех стенах, но не теряют времени даром, развлекают подписчиков. Актер Том Холланд, э.к. Человек-паук, подхватил набирающий популярность челлендж – надеть майку, стоя на руках. С трудом, но все же справился. Эстафету передал коллегам по цеху – Джейку Джилленхолу и Райну Рейнольдсу. Показать себя может каждый. Если не в МАГАТУ заниматься физкультурой или тело и так подтянутое, а кубики пресса достойны обложки журнала, есть менее энергозатратные развлечения. Стоит обратить свое внимание на пазлы или подтянуть финансовую грамотность в монополии. А еще УНО, мафия, нарды, шашки и морской бой – традиционные настольные игры в обиходе и по сей день. Чего стоит русское лото? Неподдельный азарт в детстве просыпался у каждого. Коробка с льняным мешком и деревянными бочонками наверняка завалялась на антресоле. Многие развлечения доступны онлайн. Интернет-ресурсы раздают бесплатные подписки направо и налево. Огромные библиотеки фильмов и сериалов. Все в лучшем качестве. Нужно лишь ввести промо-код. Включилась индустрия видеоигр. Компания Юбисофт в течение всего апреля бесплатно раздает свои продукты. Геймеры уже добавили в корзины красочный платформер Rayman Legends. На очереди знаменитая франшиза Assassin's Creed и танцевальная Just Dance. Классика не осталось в стороне. Книги – лучший выбор для саморазвития, говорят библиотекари. Популярные онлайн-хранилища по промо-коду также доступны бесплатно. Я бы порекомендовала Владимира Короткевича, тем более в этом году. Ему исполняется 90-летие с дня рождения. И самая-самая знаменитая его книга, надактивная такая, это «Черный замок» Гальшанский. И «Колосы под серпом твоим». Русский автор – это Вера Калачкова, которая пользуется сейчас у женщин разного возраста очень большой такой популярностью. И зарубежных, вот такая серьезная такая литература интересная, это автор Чарльз Мартин. Это американский автор, которого у нас достаточно большое количество, которые читают с удовольствием. Самая популярная книга у нас этого автора – это «Колодец с живой водой». И вот последняя, которую мы получили, это «Дороги, которым нет конца». Четыре стены – это не всегда скука. Свободное время можно потратить не только с удовольствием, но и с пользой. Анастасия Шевцова, Максим Галенка, Бобруськ, 360.